1970 год. Майкл Ашер представляет свой проект для подобных колледжей. С распространением в сайт специфичного искусства открывается логическое поле между модернистской скульптурой и концептуальным искусством. В своих заметках о скульптуре, часть 2, 1966 год, Роберт Моррис писал, что минималистский объект устраняет отношения из самой работы и ставит их в зависимость от пространства света и поля зрения зрителям. Теперь, начало цитата, мы с тобой, мы с большей ясностью осознаем, добавлял он, что сами формируем эти отношения, когда воспринимаем объект с разных точек зрения, в разных условиях освещения и в разном пространственном контексте. К концу десятилетия эта эстетика меняющихся условий освещения и пространственного контекста полностью освободилась от объекта и сосредоточилась на создании измененного места, иногда публичного на улице, чаще приватного в галерее или музее пространства, минимально доработанного художника. Можно сказать, что сайт-специфичное искусство от английского side-specificity, специфика места, название закрепившееся за подобными интервенциями, было продолжением минимализма другими средствами. Действительно, хотя оно исходило из критики минимализма как искусства, по-прежнему привязанного к художественному произведению, как физическому телу и предмету потребления, оно, тем не менее, следовало интуициям этого направления. Решая поверхности, всякой внешней обработки, предпочитая индустриальные строительные материалы, сталь, Ричард Сера, гипсокартон, Майкл Ашер, фанеру, Брюс Наум, простые гематерические формы. Теперь это были формы пространства, а не объектов. Сайт-специфичное искусство явно развивало некоторые принципы минимализма. Минимализм, в который можно войти. Эта связь очевидна в восьмиметровом кольце, которое Ричард Сера муровал, окруженную пустырями улицу Бронкси. Название гексограмма закруглит основание, два уголка, перевернутые по отношению друг к другу. Хотя в его названии использован один из переходных глаголов из списка, составленного серой в качестве основы для своих процессуальных работ, таких как «Разпрызгивание» 1968 или «Литье» 1969. В данном случае художник отошел от неразличимости фигуры Ильфона, который добивался в предыдущих работах. Создал предельно простую форму, внедренную в городскую среду, где она воспринимается как некий минимальный указатель структурной упорядоченности. Проект Майкла Ашера родился в 1943-м, умер в 2012-м. Для художественной галереи Помона колледжа в Климонте, Калифорния, продолжавшейся чуть менее месяца с 13 февраля по 8 марта 1970-го года, был еще одной такой интервенцией, на сей раз организованной в помещении. Исходя из архитектурных данных галереи, Ашер задействовал ее главный выставочный зал, фойе, включая входную дверь. Он установил несколько новых стен, которые изменили форму пространства, превратив их в два раздробленных треугольника, один поменьше, другой побольше, смыкающихся вершинами и сообщающихся оставленным там переходом шириной в 70 сантиметров. Кроме того, высота пространства была понижена с помощью ложного потолка от 4 метров до высоты входной двери 2,3 метра, которая при этом была удалена так, что образовался свободный квадратный выход на улицу. Ощущение было такое, будто ходишь внутри раздробшейся минималистской скульптуры. Визуальное качество, которое исходится к изменению освещения на поверхности стен, сменит точек зрения в результате перемещения. Впрочем, это слишком эстетский взгляд на работу, поскольку, разомкнув приватные границы музея, ставшего в итоге принесаемым и открытым для публики 24 часа в сутки, Ашер, вышел за рамки чисто эстетической сферы, наступил на территорию, которую правильнее было бы назвать социополитической. С одной стороны, главной темой этой работы можно было бы назвать проникновением, свободное или насильственное, так как смыкающиеся под острыми углами стены, казалось, превратили выставочное пространство в один непрерывный коридор. Однако важным для ее понимания моментом было то, как Ашер обозначил начало этого прохода с внешней и внутренней сторон. Изнутри галереи совершенный квадрат дверного проема обрамлял улицу снаружи, как некую картину, эстетический объект, существующий по правилам и под контролем музея, с проводимой им идеей специфичности или автономии эстетического опыта. А с улицы разверстая дыра в стене оказывалась своего рода брешью в привилегированном статусе того же музея, на который теперь распространялись условия окружающего мира. Таким образом, отказавшись следовать принципам автономии, на которых основывается музей, Ашер в то же время сумел эти принципы прокомментировать. В этом смысле его критика направлялась одновременно на депродуцирование объектов, минимализм и с их последующей товаризацией и потреблением и на институциональный аппарат музея как пространство, которое наделяет такую практику культурной легитимности. Поскольку проект для Пагонт-Колледжа создан в расчете на конкретное место, его можно назвать сайт-специфичным. А поскольку он был внедрен в пространство музея с целью обнаружить социокультурную логику этого пространства, его можно отнести к разряду институциональной критики. Наконец, учитывая дематериализацию будущего объекта акции от социальной конвенции, служащей незримой гарантией якобы универсальных условий эстетического суждения, можно также увязать проект для Памонт-Колледжа задачами концептуального изумства. И все же технологическая многомерность этой работы, предлагавшая зрителям физически перемещаться внутри нее и тем самым принимать участие в формировании ее значения, скорее заставляет рассматривать ее в контексте других, более материальных интервенций, вроде тех, которые осуществляли Сера, Науман и Роберт Смитса, чьи работы трудно классифицировать как концептуализм. Подходящим примером служит работа Ричарда Сера «Помеха», посвящается Роберти и Руди. Пассивная стальная плита, высотой 2,5 метра, длиной более 7 метров и толщиной 2,5 сантиметра, не оставляющая у зрителя сомнений относительно своей огромной массы. Можно было бы назвать эту работу минималистской в силу предельной простоты ее формы, конструкции. Плита поддерживается в вертикальном положении лишь благодаря упору на углу галереи, где она экспонируется. Но есть в ней нечто такое, что выходит за рамки минимализма. Существенным тут является противоречие между внушаемой зрителем угрозой, что эта громада не устоит и обрушится на него, и впечатлением ее дематериализации вплоть до состояния шва, линии, одновременно разделяющие и соединяющие, как склейка между двумя частями фильма, через которую наше воображение перескакивает, связывая один эпизод с другим, создавая таким образом, милицию целостного непрерывного пространства временного поля. Пересекая зал наподобие перегородки, плита разрезает пространство и рам объем на две части, оставляя лишь небольшое открытое пространство в одном из углов. В процессе перемещения зрителя вокруг плиты, она то сжимается, его восприятие до линии или профиля, то снова разворачивается в плоскость. А пространство, соответственно, то блокируется перегородкой, то снова раскрывается, после чего блокируется вновь. В этом движении от закрытого к открытому вновь, к закрытому, само пространство переживается как материал, разрезанный помехой, как нитью шпонку, который вместе с тем соединяет разъединенные части опыта. Более того, поскольку эта хирургическая операция осуществляется не ким иным, как самим зрителям, пересекающим пространство, этот процесс становится также функцией его перцептивной работы. Зрители здесь активно участвуют в процессе восстановления единства того мира, в котором существует. Можно и все. Если Сера и Ашер делали вставки в архитектурную среду одновременно материальные и концептуальные, то другие художники в то же самое время выходили за рамки локального скульптурного объекта, работая прямо в ландшафте. Смитсон возвел знаменитую спиральную дамбу диаметром более 450 метров в большом соленом озере близ Роулс-Пойнт в штате Юта. А Майкл Хейзер родился в 1944-м в своем двойном негативе 1969-й. Вырезал две огромные 335 на 13 на 9 метров расщелины, стоящие друг против друга в столовых горах в пустыне Охаве, в Неваде. Хотя эти инсталляции были постоянными, идея подобных земляных работ в кавычках не требовала постоянства, как обязательного условия. Так, британские художники Ричард Лонг родился в 1945-м, и Хеймиш Фултон родился в 1946-м. Работали с ландшафтом скорее концептуально, совершая походы или возводя временные гурганы и полисы из камней, которые затем документировались с помощью фотографий. В начале 70-х годов появилось множество очень разных художественных практик, которые находили от строгой формальной логики минимализма как в скульптуре, так и в живописи. Логики, казалось бы, прочно утвердившейся в искусстве предыдущего десятилетия. При этом подшли всевозможные материалы от пшеничного поля, в котором с помощью комбайна выстригались огромные узоры Denny's Open Game, до звукоизолирующих плит, в отверстия которых вставлялись тонкие рулоны бумаги Soft Blue. Применялись всевозможные операции от засыпания землей в сарай с митцем до покрытия местности километрами парашютной ткани Криста. Практиковались всевозможные подходы от политически нагруженной институциональной критики Ашер до эстетизации молнии в небе Ултер де Мария. Теперь казалось все можно, как поется в песне. Однако, чтобы обнаружить скрытую логику, предающую единство всем этим столь несложим и на первый взгляд произвольным опытом, нужно выйти за рамки идеи плюрализма, которую выдвинули критики 70-х годов, пытаясь объяснить открывшееся разнообразие. Ведь плюрализм предполагает, что любому художнику в любой момент истории доступно все, что не существует доминирующих исторических факторов, которые ограничивают выбор доступных вариантов и организуют поведение таким, каким независимым оно на первый взгляд не казалось. Против подобного представления предостерегал еще Генрих Вёртфринд. Любой художник обнаруживает перед собой определенные зрительные возможности, которые он ограничен. Нельзя сказать, что всегда возможно все. Мы уже обратили внимание на то, что Ашеровский проект для Помона Колледжа, подобным другим произведениям сайта фичного искусства, одновременно развивал минимализм и подвергал его критике. Помеха Сера, выдвигая на первый план феноменологию телесного опыта, также принимала одни аспекты минималистской скульптуры и отвергала другие. В то же самое время можно сказать о спиральной дамбе и двойном негативе. Таким образом необходимо описать логику в согласии с которой все эти разнообразные опыты расходятся с минимализмом, не забывая при этом свойственное самому минимализму дилектическое отношение с модернистской скульптурой, одновременно очищение и преодоление. Расширенные поля. Для этого нужно вернуться немного назад и сделать несколько обобщений, касающихся с одной стороны традиционной скульптуры, а с другой модернистской скульптурой вообще и минимализма в частности. Начнем с того, что на протяжении веков скульптура служила выражением, скажем так, логики монумента, которая, как таковая, была ранней формой сайд-специфичности. Другими словами, скульптура маркировала то или иное реальное место захоронения битвы или проведения культовых церемоний, репрезентируя его значение, как функционировали погребальная статуя, плита, хорный памятник. Взнося скульптуру над основанием реального пространства педестал, на который она устанавливалась, выполнял функцию порога, утверждал виртуальную символическую сущность этой репрезентации, хотя в то же время физически связывал ее с маркируемым ее местным ландшафтом или архитектурой. Но в конце XIX века логика монумента стала задавать позиции. Причиной, возможно, явилась несоответствия между целями художников и вкусами заказчиков. Как в том случае, когда люди, заказавшие Агюсту Родену памятник Бальзаку, отвергли его работу, или то, что чудовищность исторических событий исключала возможность их репрезентации, как в случае с жертвами Первой мировой войны. Подобно тому, как полученный Роденом отказ привел к умножению числа реплик его Бальзака, стоящего теперь во множестве разных мест, ни с одним из которых памятник не имеет логической связи, модельнистская скульптура в целом утверждает автономию репрезентативного пространства, изолированного от своего физического контекста, самодостаточной своей формальной организации. Предпринимались, конечно, попытки передалить эту автономию, как в памятнике Третьему Интернационалу Владимира Татлина, или в полном отказе от параметров скульптуры в Рэдимейде. Но основная тенденция модернистской скульптуры состоит в стремлении максимального усилия значения особого пространства, занимаемого автономным объектом. Радхузи, например, это стремление с путем включения самого пятистала в качестве декларации того, что отныне не одна часть работы, в том числе и та, что прежде служила ее служебной, физическая опора не ускользает от власти формального и виртуального. Ошляю модернистской скульптурой изоляции символических отношений объекта от того, что ранее обуславливал саму его возможность, то есть эта архитектура ландшафта позволяет описать эту скульптуру в деревьях такого отказа и определить ее условия как своего рода чистую негативность, совокупность исключений. В этом смысле она представляет собой точную инверсию базиса традиционной скульптуры позитивной логики монумента. Структурализм предлагает нам модель, помогающую представить социальные формы в терминах логически взаимосвязанных включений и исключений, основанная на логической схеме обычной именуемой группой Клейна по имени предложившего немецкого математика Феррикса Клейна 1849-1925 эта модель показывает, как два противоположных термина, образующие бинарную оппозицию, могут быть развернуты в четырех элементное поле без изменений характера оппозиции. Проецируя сильную форму оппозиции на то, что определяется клейным как комплексная ось, например, черная против белая, его группа демонстрирует, что та же самая пара может быть выражена в более слабой форме, как не черная либо не белая, не черная против не белого, тем самым преобразуя сильное утверждение ИИ в несильное НИ-НИ. Применив эту модель к полю скульптуры, можно сказать, что модернистская скульптура, отказавшись быть позитивным маркером определенного места, пришла в категорию производную от добавления ни ландшафта к ни архитектуре. С появлением минимализма этот уход от ландшафта архитектуры вызвал критику со стороны скульпторов, которые хотели, чтобы в их работах был задействован контекст, поставленный, как мы видели, в зависимости от пространства света и поля зрения зрителя. Если минимализм еще создавал скульптурные объекты, то сайт специфичной искусства и земляные работы, отказавшись от таких объектов, расширили область взаимодействия с местом, покинутой модернистской скульптурой и стали работать с позитивными терминами архитектуры ландшафта. Однако это не было возвращением к традиционному признанию скульптуры своего места, поскольку раньше это признание было символическим и реализовывалось в виртуальном поле репрезентации, тогда как теперь оно приняло буквальный характер. Новая скульптура основывалась на прямой инверсии модернизма, утверждении типа ИИ, аналогии, которому можно найти в таких структурах, как лабиринты, японские сады или площадки для ритуальных игр и процессии древних цивилизаций. Структуралистская располагаясь на комплексной оси, эти сооружения были одновременно и ландшафтом, и архитектурой. Одним из примеров освоения комплексной оси служит частично зарытый сарай 1970-й Смитсена, но в работах нового типа использовались и другие возможности четырех элементного поля, а именно комбинация ландшафта и неландшафта, категория, которую можно назвать маркированным местом, и к которой относятся такие образы земляных работ, как спиральная дамба и перемещение зеркал на Югатане 1969-й год Смитсена, и комбинация архитектуры и неархитектуры, которую можно определить как аксиматическую структуру, и которую следует включить в проект для Памон-Кодеджа Ашера. Структуралистская диаграмма этого четырехэлементного расширения простой бинарной позиции высвечивает два аспекта скульптурной практики 70-х годов. Во-первых, она обнаруживает логическую связь между различными практиками возможностей и возможностей для одного художника переходить от одной позиции к другой. Во-вторых, ясно показывает смещение фокуса с внутренних правил данного медиума скульптура скульптура как физически ограниченного трехмерного объекта культурные условия значительно более широкие, чем этот медиум, который теперь мыслится как нагруженный ими. Сайдспецифичные практики стремились работать напрямую с этими культурными условиями непосредственно со структурой мира искусства со структурой мира искусства мира искусства и терем расширенной поля служит одним из способов отображения этой скульптуры Розалинда Краус